Привет, ребят! Итак, какие умные часы лучше? Чтобы выяснить это, я собрал вместе второе поколение Moto 360, Samsung Gear S2 и Apple Watch. Хотя они и выглядят похоже, у них разный подход. Samsung были первыми на рынке умных часов с их Galaxy Gear, но с Gear S2 они все начали с нуля. С ярким и круглым OLED-дисплеем они выглядят довольно в традиционном стиле. В черном исполнении выглядят в стиле Stealth, хотя доступен классический вариант с кожаным ремешком и в другом корпусе. Обычный S2 поставляется с парой резиновых ремешков. Выглядит неплохо, хотя несколько дешево. Одна из моих любимых функций это функциональный обод. Тачскрин работает, но большинство функций быстрее выполнить вращая обод. Также есть кнопки назад и домой по сторонам, что делает использование Gear S2 одним из самых удобных. Следующий у нас Apple Watch. Это версия из нержавеющей стали, но по сути то же самое, что и спорт. Здесь более традиционный прямоугольный дисплей. OLED-дисплей так же хорош, как и на S2 с глубоким черным и яркими цветами. И хотя меню и опции работают лучше без функционального обода, без него ощущения не такие классные. Как и на всех умных часах дисплей работоспособен. Однако на таком маленьком дисплее несколько неудобно управляться тачскрином. И вот здесь пригождается Force Touch. В отличие от других часов, использующих долгое нажатие, Apple Watch предлагает новое решение – силу нажатия, что работает отлично. Также имеется функция Digital Crown, которой я пользовался 90% времени. Мне немного больше нравится обод на Gear S2, но Apple Watch очень и очень качественно выполненные часы. Переходим к Moto 360. И в них нет ни пластика, ни резины. Вместо этого здесь качественный металлический корпус и ремешок из настоящей кожи. Ощущаются как настоящие премиумные часы. Единственный недостаток – это то, что такие серьезные на вид часы так мало весят. Как и в первых Moto 360, здесь круглый дисплей, который выглядит круто, но внизу размещено небольшое окно, где нет тачскрина. Лично мне это не мешает, и я быстро забыл про эту особенность. Плюс стильный опыт очень красив. Где 360 действительно проигрывает, так это в удобстве использования. Функционал ограничен тачскрином и одной кнопкой. Это стандартно, но какие-либо функции быстрой навигации были бы весьма кстати, как, например, на тех же Samsung и Apple. При выборе умных часов решающим фактором является список телефонов, с которыми они могут работать. Не будет сюрпризом, что Apple Watch работает только с айфонами, а Gear S2 работает с Samsung. Но также поддерживаются другие телефоны на Android, за несколькими исключениями. У меня были некоторые сложности с подключением Gear S2 к моему Note 5, так как требовалась прошивка, которая еще не вышла. Но в конце концов, все заработало. Абсолютным победителем по совместимости стал Moto 360. Они поддерживают не только Android, но и iOS. Android Wear значительно улучшили за последний год, однако все еще чувствуется неотполированность, так как операционка тяжеловата для работы на часах. Хотя второе поколение Moto 360 быстрее предыдущего. Иногда часы будут подтормаживать. По сравнению с ними, Gear S2 кажутся быстрыми, как молния. Анимация быстрая, а меню листается легко и без подтормаживаний. Apple Watch также быстры, но открытие некоторых приложений может занять время. Особенно это касается тяжелых приложений. По моему мнению, умные часы наиболее хорошо подходят для просмотра уведомлений. Также все из них работают со сторонними приложениями. Не уверен, многие ли захотят читать новости на запястье, но такая возможность есть. Возможность навигации, особенно в шаговой доступности, очень радует. В основном функционал всех трех часов одинаков. Такие функции, как голосовой поиск, работают отлично на всех, однако лучше всего на Moto 360 с Android Wear. Siri также легко отвечает на простые вопросы. В отличие от обычных часов, умные вам придется заряжать почти каждую ночь. Это еще не конец света, но все же это еще один девайс, который нужно не забыть поставить на зарядку. В основном выбор часов зависит от телефона, который вы используете. Moto 360 самый безопасный вариант, а с возможностью кастомизации дизайна в Moto Maker можно подстроить часы под себя. Если вы используете iPhone, у Apple Watch лучшая интеграция и дизайн более премиумный. Они дороже, но вы получите то, за что заплатили. Самый большой сюрприз Gear S2. Хотя материалы выглядят дешевыми, здесь отличный экран, обод работает хорошо и они невероятно быстрые. Если Samsung сделает поддержку айфонов, то Gear S2 будет тяжело превзойти. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok